Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Уже 10 октября, все в огороде мы убрали, и многие огородники, кто хочет весной немного освободить себя, осенью вносят различные удобрения. И вот когда я снимала видео «Осенняя подготовка грунта», я сказала, что в почве должен быть, если мы удобряем, равномерно должны мы вносить азот, фосфор, калий. И одна зрительница, я рассказала, что вношу перегной, одна зрительница написала, что осенью нельзя вносить азот, потому что он разлагается. И вот этот комментарий, я по этому комментарию поняла, что немногие понимают, что можно вносить, а что нет. Наша сегодняшняя тема такая, какие удобрения нельзя вносить осенью. Но нельзя вносить их не потому, что вы какой-то вред нанесете огороду или что-то, а просто потому, что это бесполезная работа. Действительно, азот вносить осенью не рекомендуется, но азот именно минеральные, вот эти наши магазинные удобрения, которые продаются в пачках, селитра аммиачная, карбамид, мочевина, с помощью которых некоторые повышают уровень азота, содержание азота в земле. И порой это получается бесполезная трата времени и напрасный труд, потому что именно эти удобрения, они быстро разлагаются, быстро выветриваются, быстро вымываются. Но они, короче, могут исчезнуть вообще без следа. И весной, когда мы, понадеявшись, что мы уже внесли азотные удобрения, мы не будем ничего добавлять, а старые, вот те, которые осенью мы закопали, они исчезли, у человека получается такая ситуация, что если грунт бедный, если азота там мало, перегной не добавлен, а добавлены вот эти удобрения, которые исчезли, у них будет азотное голодание. Такие растения обычно хилые, бледные, желтые. Но так как я-то добавляла перегной, она мне сделала замечание, что я неправильно делаю, что азотное удобрение добавляю осенью. Но я-то вношу перегной, который у меня так и так хранится осенью на улице, и вот внесение перегноя, при внесении перегноя большой разницы нет. Или я его на грядку разложу, или он у меня там за оградной так просто лежит. Перегной, если он не совсем перепревший, а немного вот с такими включениями, ну, которые нужно еще, наоборот, еще лучше, если вы уложите на грядку, перекопаете, он будет более, как, но он еще больше разложится, с землей перемешается, и это даже хорошо. Так что, вот смотрите, для новичков самое главное, они должны знать, что бывают удобрения осенние, а бывают удобрения весенние. И осенью обязательно мы укладывать должны суперфосфат, который считается удобрением пролонгированного действия, то есть для того, чтобы он там преобразовался вот в то состояние, которое растения могут усвоить, ему нужно длительное действие. Суперфосфат, который мы весной вносим, он вряд ли нам поможет, а вот осенью под перекопку, но я про суперфосфат расскажу отдельно. Вот эта тема этого видео, это какие удобрения нельзя, не рекомендовано, лучше не надо вносить осенью, это удобрения минеральные, азотные, которые называются или селитроаммиачные, или карбамид, мочевина. Я про себя скажу, я такие удобрения в почву никогда не вношу, ни осенью, ни весной, но они у меня есть всегда. Эти удобрения незаменимы в экстренных случаях, в случаях форс-мажора, вот как нынче у меня обмерзли томаты. Они именно помогают растению зеленую массу нарастить, восстановиться после заморозков. Один раз я тюльпаны, нарциссы приводила в себя после весенних заморозков. Они тоже нужны, но это чисто весенние удобрения. Так что, если вы купили или у вас есть в запасе где-то селитроаммиачная, или мочевина, карбамид, положите далеко-далеко на полочку, и до весны вообще не вспоминайте о них. Не надо их вносить осенью. Все, с вами была Ольга Чернова. Это тема, какие удобрения нельзя вносить осенью. Следующая тема будет, какие удобрения обязательно нужно вносить осенью. Продолжение следует...